6 часов утра уже прилетел как будто он с вечера сидел и кушай иди, иди кушай иди маленький, иди кушай так, лягушек покрошила тебя иди, не бойся, не бойся ну ничего, сейчас вернется, будет кушать вернется иди кушай, иди вернется давай, давай еще не включай вам всем денежки получат иди, иди иди я думаю песню красивую послушала теперь я все утро пою субботнее питерское утро страны я познакомилась с каким-то мужиком а он в пионерском галстуке сказал что ему 18 лет или сколько а он выглядит старше меня и он сидел за столом кушал на этом что-то не знаю а потом встал и короче все люди ему по пояс представляете он так метра три просто вот с таким чуваком я познакомилась сегодня во сне и он такой добрый медлительный спокойный вот такой сон мне сегодня снился привет привет мой любимый петербург привет мои любимые зрители подписчики друзья все-все-все смотрите как замерз людик красота красивый мороз наверно срочно капюшончик надеть почти с мокрой головой стало часов 5 утра помылась постирала попила водички послушала музыку посмотрела ирину хинди лайф как она там стоюшкой ходит шопится в бангалоре вот потом смотрела фильм пелевина палец вуды а мизинец вуды и что-то я его половину посмотрела дальше не идет наверное я не настолько остра умом как хорошо на улице так светло от фонарей и светает уже очень классно так спокойно никого нет суббота люди все отсыпаются после рабочей недели голубочек полетел крылышками хлопал люблю вас мои родные всем волшебного утра прекрасного божественного утра хорошо вот все очень хорошо на улице там собачка пошла и свет выключили потому что время уже девять часов видите ровно в девять выключают в питере свет включают не знаю во сколько наверно пораньше как здорово на улице вообще а мне почему-то захотелось рассказать вам историю про мою мамочку про ее жизнь не знаю что-то меня так пробило я ночью сидела и думала о том что наверное кому-то это будет интересно наверное это интересно мне в первую очередь а если интересно мне значит еще хоть одному кому-то тоже будет интересно в том что мама для меня как ангел как мой учитель как часть меня огромная часть меня смотрите там сердечки как красиво все украсили вот почему это вот не знаю просто вот голубочки летают даже не знаю с чего начать наверное с бабушки и с дедушки с маминых родителей которых по комсомольской путевке послали в грузию помогать грузии в 1946 году и они там познакомились поженились и в сорок седьмом году родилась моя мамочка в городе зубдиге 18 марта 1947 года назвали они ее валечка называл папа дедушка дедушка федя потому что бабушка сказала что ей все равно как девку называть а сына будет называть она вот вот как то мама моя рассказывала что она ближе была с папой чем с мамой мама моя была очень-очень женственная утонченная возвышенная еще больше чем я летала в облаках и была сама любовь вот правда без преувеличения не потому что это моя мама потому что я с детства видела какие-то вещи очищена без каких-то приукрашений что ли хотя мне многие друзья говорят что я и сейчас вижу весь мир с приукрашением не успели посмотреть какая там парадная собачка что он говорит пойдемте Юлька попросила яблочек ну давайте яблочки сосованные мне интересно такие хорошие очень пахнут потом на улице продолжу про маму потому что я сейчас если включу в этот рассказ то вообще забуду что я хотела купить вот так странно как я всегда думала об этом как у одних людей рождаются абсолютно другие дети как будто они не родственники понимаете как будто с абсолютно других галактик души прилетают так странно вот взять мою маму и бабушку это вообще два абсолютно разных мира у нас с мамой хоть что-то есть общее и с бабушкой хоть что-то есть общее а у них вообще они как с разных вселенных ну а я получилась микс у меня у бабушкины необузданности хватает и мамочкиной божественности тоже так что вот чушь они мокро это дорогие смотрите все бананы мокрые наверно чтоб весили больше не знаю или там конденсат когда они в этом блин мне совсем не нравятся мокрые бананы ну вот давайте их вытрем об яблочке вот это бабушкина тебе будут ладно вперед лук какой крупный что это с ним вот что это с ним такое лук вот есть морковка есть еще я хотела взять водичку вот она водичка еще я хотела взять селедку появилась она нет это килька вот я не вижу наверное нет грибочки вот такая селедка есть вот такая мне не нравится я люблю сама чистить сама сама не знаю даже может такую селедку взять не хочу не хочу не хочу так берем водичку вода 36 рублей 99 копеек это приемлемо так яйца что у меня есть чушь 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 юльки наверное творог надо взять наверно так молоко есть масло есть еще хотела как я все держу я прям гигант тут никого тут никого тут есть вот наша девушка здравствуйте яблочки и банан и хвороб водичку пробили да не наличными дать 22 давайте прошу хорошего дня ну как вас тут не обижают ну и слава богу очень понимаю вас уборщицей хотите уйти уборщицей сделал и пошел а тут целый день сидеть тяжело конечно очень понимаю вас да никто не стоит над собой а вы одна я смотрю да на кассах а кто утром еще а придут бывает такой поток людей как иди срочно все на столе оставляешь пробегаешь здесь пытаться там все остыло уже ничего не хочу все да грустно да как у вас не у вас же законный час на обед у меня законный час обед все равно не дают вот такого обеда никогда я даже врагу не пожелаю поэтому еще усиленно и нашла но все вахтовым методом на завод орды надо на собеседование у меня даже времени на собеседование давайте я за вас схожу 2 числа у меня будет выходной как раз я поеду посмотрю собеседование если скажет давайте все я перейду где-то близко к дороге туда по работе и все а это под новый год уже почти такой поток людей после нового года тоже пиарки гулянки старого нового года ладно зулечка удачи вам спасибо всего хорошего пусть у вас все получается тем более что мы не рабы рабы не мы кушают кушайте не бойтесь не бойтесь кушайте а мальчик поет песенку стоит интересно какую песенку поет ладно бог с ним пусть поет тут тут постой тут секундочку запишем только одену пообщалась зулечкой немножко вот такая вот женщина не может она работать продавцом она тут месяца три наверное уже работает лучше говорит пойду уборщицей там сделала свою работу никто над тобой не стоит когда хочешь кушаешь когда хочешь в туалет ходишь вот так что мои родные каждый выбирает то что ему близко и это правильно и так вернемся к мамочке как я уже сказала она была очень очень женственная утонченная возвышенная круглая отличница в школе все детки к ней тянулись потому что она очень была отзывчивая такая добрая утонченная вот вот потом когда ей исполнилось 12 лет ее отец мой дед загулял с какой-то учительницей молодой и ушел к ней а или маме было 11 11 по моему вот вот и мама у мамы на нервной почве случился менингит она попала в больницу вот и дед очень очень любил маму и вернулся к бабушке и когда мама вышла с больницы бабушка уже была беременная маминым братом Сергеем так что разница в возрасте между мамой и дядей ее братом 12 лет ровно мама была для сережки как мама а не как сестра ну потому что она с ним постоянно с рождения возилась и он на нее говорил мама она бабушку на свою маму говорил клава вот так вот представляете дверь тут сделали железную ее тут не было как я сказала все ремонтируется центр вот потом маме исполнилось восемнадцать она шла со школы со своей подружкой и за ней шел от самой школы мой папа который уже в 14 лет по малолетству сидел в детской колонии и находился на учете еще в общем был такой знаете как это называют шпана или так называется гопник наверное какой-то южный гопник тут тоже кофемулятор а тут сердечко и от самой школы папа шел за ними это мама рассказывала как она в первый раз увидела папу и потом возле самой калитки подружка провожала маму все время до калитки надавила ручку и потом шла к себе домой она там жила в танковом переулке через буквально два квартала они вместе все время ходили в школу маме на тот момент было шестнадцать лет и отец догнал их и поцеловал маму в шею и мама этот случай запомнила на всю жизнь в общем влюбилась в него с первого поцелуя вот бабушка была против их отношения она вообще не любила Витю ну папу моего Виктор Алексеевич папа мой родился в сорок шестом году у них с мамой год разница он старше маму на год он был такой чернобровый и черноглазый в общем такой красавчик смуглый у него в роду были цыгане по моему по материнской линии его маму тоже звали Валя как и мою маму табу я ее видела всего три раза в жизни и запомнила на всю жизнь она правда как цыганка из табора это было что-то она папировку никогда не выпускала из зубов и сколько я ее помню она плела она плела похоронные венки вот эти все цветочки и венки сами и еще и вся в этой проволоке в этих бумажных цветах и в доме у них всегда был запах краски сигарет алкоголя мама меня туда три раза водила почему-то наверное познакомить с бабушкой у нее все ручки все ручки пальчики были коричневые черные вот как как подобное